Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Анны Хамбир и сейчас о некоторых темах выпуска коротко. В течение года мы обучили около двух тысяч человек различным профессиям, профессиям, которые, естественно, востребованы на рынке труда. Министр труда Республики Иван Скрыников рассказал о самых востребованных на рынке труда профессиях и программах подготовки обучения безработных. Внимание! Уважаемые рыбаки! Выход на лед запрещен с 14 марта. Ни штрафы, ни уговоры не действуют. Только за один рейд и в одном месте инспекторы поймали полсотни нарушителей. Пока студия Дисней работает над седьмым фильмом о «Звездных войнах», петрозаводские поклонники саги ходят маршем по городским улицам. А теперь обо всем подробнее. Сотни рыбаков ежедневно, несмотря на запрет и рискуя жизнью, продолжают свой промысел. Выход на лед в Карелии запрещен с 14 марта. Однако спасатели и участковые инспекторы ГИМС во время своих рейдов ловят десятки, даже сотни нарушителей. В минувшие выходные один из рейдов проходил на Онега, близ Петрозаводска. Рыбаков буквально уговаривали отправиться домой. Ну а кто отказывался, штрафовали. Репортаж Максима Смирнова. Внимание! Уважаемые рыбаки! Выход на лед запрещен с 14 марта. Завидев судно на воздушной подушке службы спасателей, некоторые рыбаки хватают шарабаны и снасти и бегут прочь. Те, кто не успел, общаются с участковым инспектором, который составляет протокол и выписывает штраф 500 рублей. После чего рыбака просят покинуть водоем. Настоящих рыбаков никаким штрафом не напугаешь. Любимое хобби дороже жизни. По такому льду еще на «Жигулях» ездили мы. Спокойно ездили, а в лед очень крепкий еще. Не боитесь совершенно? Нет, нет, нет. А сами проваливались когда-нибудь под лед? Раз в 10 было. А на машине проваливались и вот так пешком ходили проваливали. И все равно это вас не останавливает? Нет. Так любите рыбалку? Да. Между тем во многих местах на Онега льда уже нет и судно-амфибия идет по воде. Буквально в 100 метрах от Полыньи мы видим отчаянных рыболовов, которые приехали на самодельном вездеходе. Опять протокол, штраф. Недовольные рыболовы собирают добычу и катят домой. Скорее всего через пару часов вернутся назад. Клев хороший. На одном из островов Никольского пролива осматриваем вездеход. Неделю назад он попал в промоину и перевернулся. Тогда рыбаки чудом спаслись. Спасатели рассказывают, что неделю назад сняли с льдины 20 человек в районе села Деревянное. Сейчас особенно опасно. Лед обманчив. Вроде и толстый, но рыхлый, игольчатый и быстро тает под солнцем. Шарабана площадь большая. А когда он встает с шарабана, в этот момент весь вес у него переходит на ноги. И он оказывается рядышком со своей лункой в этой полынье, которую он сам же, получается, и сделал. Охота пущей неволе. Это про рыбаков. Их философия проста. Так запрещено много всего в этой жизни. И пить нельзя, и курить вредно. А рыбалка в такое время? В такое время не вредно. В течение трехчасового рейда только в районе Петрозаводского залива и береговой полосы села Ужесельга спасатели заставили уйти со льда более 40 человек. 12 тысяч человек нашли в минувшем году работу при помощи центров занятости. Это ровно половина от общего числа официально зарегистрированных безработных. В минувшем 2013 году впервые после завершения кризиса безработица вновь перешла от снижения к росту, сказала ситуация в экономике, особенно в моногородах республики. Однако на 24 тысячи официально безработных вакансий было намного больше – 38 тысяч. Но в основном это места, связанные с рабочими специальностями. О том, как людям помогают искать и находить работу, рассказал министр труда и занятости населения Карелии Иван Скрынников. Его выслушала Алена Сянти. Рост безработицы, который зафиксирован в прошлом году, последний раз отмечался специалистами в непростом 2008-м. Ухудшение экономической ситуации, как следствие сокращения рабочих мест или снижения зарплат, сподвигло 50 тысяч жителей Карелии обратиться в службу занятости населения. Для снижения напряженности на рынке труда предпринимались различные меры, одна из которых – обучение наиболее востребованным специальностям, в основном рабочим. В течение года мы обучили около 2000 человек различным профессиям, профессиям, которые, естественно, востребованы на рынке труда. И мы постоянно ведем анализ той потребности, спроса на рынке, вакансии, которые заявляют предприятия и организации. И на основании этих потребностей формируем программу подготовки обучения наших безработных. В итоге трудоустроено 40% граждан, прошедших обучение. Смогли повысить свою квалификацию или получить новую профессию 160 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Для 140 молодых дипломированных специалистов без опыта работы была организована стажировка на предприятиях Карелии. Для создания оборудованных рабочих мест для инвалидов службой занятости было выделено 3 миллиона рублей. Эти средства мы получаем из федерального бюджета в виде субсидии. В этом году было создано 48 рабочих мест для инвалидов, оборудованных, оснащенных. Размер компенсации равнялся 60 тысяч рублей на одно рабочее место. Всего при помощи центров занятости трудоустроились более 12 тысяч человек. Это при том, что вакансий было около 40 тысяч. Менее разборчивыми традиционно являются мигранты. Так, по данным, на начало этого года разрешение на работу иностранцам выдано почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Большинство из них трудятся в сферах строительства, транспорта и лесного хозяйства. Ежегодные учения истребительной авиации «Ладога» начались в Западном военном округе. В учениях принимают участие и боевые самолеты гарнизона «Бессовет». В течение недели с 24 по 28 марта на авиационном полигоне «Ладога» на декватории Ладожского озера истребители будут отрабатывать боевые стрельбы. В частности, экипажи истребителей МиГ-29 и МиГ-31 отработают пуски управляемых ракет по воздушным мишеням, полеты с газоправкой в воздухе, посадку на незнакомые аэродромы, воздушную разведку, прикрытие с воздуха и уничтожение наземных и воздушных целей. Сотрудники Петрозаводской госавтоинспекции советуют автомобилистам использовать сайт госуслуг для подачи заявления о регистрации личного транспорта. Опыт предыдущих лет показывает, что весной особенно велик наплыв горожан в регистрационный отдел. Возникают многочасовые очереди. Единый портал госуслуг существенно упрощает процедуру регистрации автомобиля. Достаточно выбрать услугу и отправить заявление в интересующее вас подразделение ГИБДД. В конце заполнения вот этих реквизитов нам выходят три документа. То есть наше обращение, факт заявления нашего, потом приходит распечатанная, даже уже заполненная на мое имя квитанция об оплате государственной пошлины и сам бланк заявления, с которым мы уже приходим, обращаемся. Время опять же мы выбираем сами. Автовладелец должен прибыть на регистрацию в назначенное время с распечатанными копиями документов и оплаченной госпошлиной. На оформление уйдет примерно час. А вот тем, кто пока еще с интернетом на «вы», придется запастись терпением, ожидая своей очереди на месте. Правда, теперь в отделах регистрации начали работать новые терминалы электронной очереди, которые тоже упрощают и ускоряют процедуру подачи заявления. Но прийти стоит уже заполненной анкетой. В случае, если у нас идет изменение собственника, то прежде чем обратиться в госавтоинспекцию для совершения регистрационных действий, на фабричных 16 необходимо произвести сверку номерных агрегатов. В среднем каждый год в Петрозаводске количество автотранспорта вырастает на 5000 единиц. В прошлом году был установлен абсолютный рекорд – прирост аж на 15 тысяч автомобилей. Сколько машин будет куплено в этом году, предположить трудно. Поэтому в госавтоинспекции для подачи заявления настоятельно советуют пользоваться сайтом госуслуг, чтобы сэкономить и время, и нервы. И сегодня мы спрашиваем, а вы знакомы с порталом госуслуг и пользуетесь ли его возможностями? Заходите на наш сайт самбо.тв и отвечайте на вопрос. Итоги подведем завтра в рубрике «Вопрос дня». И еще об автомобилях. В нашем распоряжении оказалось видео, как на улице Боровая трое неизвестных угоняют автомобиль. Происходило все в ночь на 15 марта и попало в объектив камеры видеонаблюдения проекта «Безопасный дом». Трое молодых людей проникли в Жигули, сигнализации в машине не было, и стали вручную выталкивать машину с парковки. По пути они задели стоящую рядом иномарку, но выехать все же сумели. Завели автомобиль, замкнув провода. Машину обнаружили в тот же день, в 8 вечера. Причем у соседнего дома. То ли угонщики брусили машину сразу, то ли покатавшись решили вернуть назад. Сейчас это выясняет следствие. Заведено уголовное дело. Сегодня 9 школьных учителей в одночасье стали директорами школ. Такое преображение пережили финалисты городского этапа конкурса «Учитель года 2014». Именно в роли директора школы они отвечали на вопрос, чего не хватает молодым учителям в современной школе, и как создать ее положительный имидж. За выступлением конкурсантов наблюдал Александр Батов. Среди финалистов конкурса этого года как новички, так и опытные участники. Есть даже позапрошлогодний победитель, учитель истории Державенского лицея Максим Иванов. Но и дебютанты, и поднаторевшие в конкурсах участники в роли директора выступали впервые. Им предложили задание, а что бы я сделал, если бы стал директором. Конкурсанты фантазировали на разные темы. Участники в номинации дебютанты, например, про себя любимых, молодых учителей. Оказалось, что если бы опытность директорская знала, больше бы помогала педагогам-новичкам. Так считает молодой географ Антон Родионов. Далее внедрить какую-либо усовершенствованную систему наставничества, которая бы основную цель, которая бы несла формирование практических умений, навыков педагога. И далее обязательно серия тренингов и семинаров для молодого специалиста. Высказаться на наболевшую тему мало. Нужно адекватно ответить на вопросы жюри. Например, лучшему учителю Петрозаводска образца 2012 года задали нескромный вопрос. А что вы делаете лучше всех учителей города? Может быть, это не очень скромно, но я попробую. И я, наверное, лучше, чем все остальные педагоги города Петрозаводска, разбираюсь в кинематографе. Максим Иванов вместе с коллегами по номинации учителя рассказывал с позиции директора о том, как можно улучшить имидж школы. И, по его мнению, начинать нужно с самого директора. Взять хотя бы то, как отмечают в коллективах, день учителя. Часто скучно, в разнобой заявил Максим. Надо бы по-другому. Вот праздник и все вместе, и на горку. А какое-то событие, все вместе, и причем директор должен здесь быть главным инициатором. То есть, как Янбург, да, цирк, лошадь, и вы все тут вот извините. Вот я сказал на коньки, значит, все на коньки. Члены жюри на провокационные вопросы, кто им нравится больше всего, пока отвечать не стали. Но отметили, что им самим было полезно послушать дебютантов. Учитывая то, что у них у всех стаж до года, и те мысли, которые они высказывают, они говорят о том, что это проблемы, которые их волнуют. То есть, они это все испытали на себе, и сегодня говорят свои пожелания фактически, о том, чего им не хватило в своей школе. Как справились педагоги с этим заданием, и кто стал лучшим учителем Петрозаводска в этом году, участники узнают на торжественном закрытии конкурса 27 марта. А теперь коротко о других событиях в республике. В Карелии побывала делегация представителей Финляндии, участников международного проекта «Здоровье в фокусе». Финны побывали в Центре здоровья городской поликлиники номер 4, в Карельском ресурсном центре общественных организаций, в Минздраве познакомились с системой организации медицинской помощи в республике. Наибольшее впечатление на них произвело содружество анонимных алкоголиков в Карелии. Не столько историй людей, сколько эффективность работы этой общественной организации, которая в течение 20 лет помогает больным алкоголизмом бороться с зависимостью. Городской субботник в этом году начался раньше обычного, 24 марта. Предполагается, что город будут приводить в порядок после зимы целых два месяца, до 31 мая. Особое внимание обратят на так называемые «белые пятна», территории, которые ни за кем не закреплены. Присоединиться к уборке городские чиновники, как всегда, призывают всех жителей Карельской столицы. Во вторник с 11 утра до часа дня в отделении пенсионного фонда по республике Карелия будет работать горячая линия. По телефону Петрозаводский 79 55 00 можно будет задать вопросы о назначении и перерасчете пенсии. Сегодня началась неделя детской книги. Эта всероссийская акция охватывает сотни библиотек по всей стране. В Петрозаводске она будет проходить в стенах детско-юношеской библиотеки. К примеру, в четверг, главный день недели книги, выставка «И это все книга» представит различные виды книжных изданий. От миниатюрных размером с булавку до рукописных, созданных читателями библиотеки. Детско-юношеская библиотека республики ждет всех желающих. Ближайшие выходные станут для местных театралов сплошным праздником. 29 марта с утра и до самого вечера пройдут читки пьес трех финалистов конкурса новой драматургии «Ремарка». А на следующий день свои награды получат победители театральной премии «Золотая вешалка», которая проходит уже во второй раз. Максим Алиев с подробностями. Впервые конкурс новой драматургии «Ремарка» состоялся еще в прошлом году. Организаторы сочли опыт удачным и вновь на сцене Национального театра молодые и не только драматурги со всего Северо-Запада смогут, если не посмотреть, то, по крайней мере, послушать свои произведения. Читки трех пьес, вошедших в финал конкурса в исполнении актеров карельских театров, будут идти практически весь день. Очень хочется, чтобы у нас в Карелии, не только на Северо-Западе, конечно, и на Северо-Западе, но очень хочется, чтобы в Карелии, в нашем городе, выросли драматурги, молодые драматурги, и не только молодые, просто выросли, которые будут работать непосредственно с театром. Всего на конкурс прислали более 60 работ. В шот-лист вошло 14 пьес. Из них выбрали трех финалистов. Пьесу Юрия Лугина «Парень из мышонки», «Диагональ блокады» за авторством Санкт-Петербургского дэота Ирины Аксеновой и Елены Аносовской и «Сезон белых плащей» Андрея Мажорова из Санкт-Петербурга. Кто окажется победителем, станет известно лишь в 19 часов вечера 29 марта. А вот победителей театральной премии «Золотая вешалка» можно узнать, даже не выходя из дома. Премия эта независимая. Не только из-за того, что организаторы ее создали на общественных началах и с помощью средств меценатов, но и потому, что от мнения театральных критиков ее исход никак не зависит. Все решает голосование ВКонтакте. И такой способ выявления лучшего спектакля и лучшего артиста уже вызвал не один гневный комментарий. Впрочем, организаторы относятся к критике спокойно. Через 10 лет-то кто будет ходить в театр? Те, которые сейчас за компьютерами сидят. Поэтому обращение именно в эту сторону и через такой способ коммуникации, мне кажется, за ним будущее. Пока что в голосовании с огромным отрывом лидирует спектакль студентов 4-го курса актеров драмы Петрозаводской государственной консерватории «Азори здесь тихие». Окончательные результаты огласят на церемонии вручения «Золотой вешалке» 30 марта в филармонии. Как пообещал Олег Липовецкий, для зрителей подготовили немало сюрпризов. Так что приобрести билет стоит. А студенты учебных заведений с творческим уклоном и вовсе смогут пройти бесплатно. Но за сюрпризами и творческими экспериментами не обязательно идти к театральным подмосткам. Достаточно выйти на улицу. В воскресенье в центре Петрозаводска можно было увидеть группу молодых людей, представших в образе героев «Звездных войн». И это далеко не первое их перевоплощение. Смотрите сюжет Елены Фоминой. Пока студия «Дисней» работает над седьмым фильмом о «Звездных войнах», петрозаводские любители саги идут маршем по городским улицам. Снимают процесс на видео, монтируют и выкладывают в интернет. Просто так, чтобы настроение наше улучшилось. Осталось у вас добро? Да, очень много. В этом году любители косплея, костюмированной игры – имперские штурмовики под предводительством «Темного рыцаря». В прошлом были борцами с умо, атакующими Макдональдс. А позапрошлой весной и вовсе черепашками ниндзя. Друзья все больше и больше хотят влиться, чтобы снять видео с нами. И нас народу получается много, и мы снимаем «Звездных войн», потому что разнообразные герои, поэтому так. Вот к вам уже дети подходят. А если вас начнут заказывать на детские дни рождения, на утренники? Мы не против. Когда вы первый раз посмотрели «Звездные войны», расскажите о своем первом впечатлении. Я же не фанатка «Звездных войн», так просто получилось. Дал мне бог таких друзей, и мне приходится каждый март переодеваться в разные костюмы. В этом году я хотела быть королевой Набу, но получилось так, что я стала принцессой Леей. А вы мечтали в детстве стать принцессой? Нет. На вопрос, как сделать такую прическу, Татьяна отвечает – руками, за 15 минут. Для нее это просто, потому что работает парикмахером. С формой армейских штурмовиков в этом году мучиться не стали. Заказали по интернету из Америки. Каждый костюм – 3700 рублей, плюс 100 рублей ружье. А вот костюмы черепашек-ниндзя для друзей шила Ирина Герасимова, судебный пристав. А кем работаете вы? Начальник сектора розничных продаж по электрике. Отлично. И чем торгуете? Лампочками, розетками, выключателями. В общем, если днем вы мерчендайзер, то вечером вполне можете стать Чубаккой или Оби-Ван Кеноби. На сайте российского фан-клуба «Звездные войны» можно найти выкройки костюмов, информацию о том, нужны ли резисторы для светового меча и как сделать шлем мандаларианца в домашних условиях. Для захвата торгового центра этого вполне достаточно. Таким был понедельник в Петрозаводске и Карелии. Желаем вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин